Что, если говорить о рейтинге, безусловно, поддержка после присоединения Крыма подскочила. До этого она падала, просто почти пять лет, с 2008 года после... Там, я вас перерю, до Крыма была еще Олимпиада, которая очень сильно подняла... Олимпиада приостановила падение, она только... Но повлияло, кстати, результатом, да? Да, но все-таки это в конце 2013 года, на январе 2014 года, это был самый низкий уровень популярности Путина. И наоборот, очень большая часть опрошенных говорили, что они устали от Путина ждать выполнения его обещаний, и что они хотели бы видеть другого кандидата. После присоединения Крыма и начале конфликта в Донбассе ситуация радикально изменилась. Во-первых, изменилось все информационное пространство. И рейтинг Путина, конечно, подскочил. Одобрение касается прежде всего именно этого, его образа защитника русских на Украине и в Донбассе. Он в этом смысле ведет себя правильно по понятиям, защищая своих вне зависимости от всякого окружения. Это раз. Второе, что я хотел бы в этом сказать, это не означает высокой конкретной оценки его политики в области экономики, борьбы с коррупцией, с терроризмом, крайнее недовольство в отношении социальной политики, деградация медицины и прочее. Образование. Образование. Люди понимают, что мы оказываемся в таком военно-полицейском государстве, если посмотреть по приоритетам расходов бюджета. Потому что доля расходов на армию и на полицию, она примерно в 4,5-5 раз больше, чем... Вы не считаете, что это вынужденная мера? Вы считаете, что это... Нет, конечно, нет. Причем тут нет. Это как раз результат полностью того, что общество не участвует в этом. Когда мы спрашиваем, на что надо тратить деньги, люди говорят, как раз на социальный расход, на медицину, на социальную защиту, на образование. Это то, что обеспечивает развитие общества. Это социальный капитал и есть. Поэтому в этом смысле приоритеты стране и приоритеты у руководства... Вы знаете заявление Бонапарта, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. В общем, этот тезис на самом деле очень жизненный. Это навязанное чувство угрозы. Потому что, когда мы начинали в 88-м году свои опросы, первый опрос задали, есть ли у страны враги. И нам назвали только 13% в общей сумме. Там были коммунисты, сепаратисты, исламисты, ЦРУ, Запад, кооператоры, мафии. Вот смотрите, 13% вы сказали. То есть это примерно те же 12%, которые не поддаются телепропаганде. То есть это те люди, которые видели действительный расклад на тот момент. А 50 с лишним процентов в России, 52%, 47% по Союзу сказали, зачем искать врагов, когда все проблемы с нами, с нашим прошлым. Мы наивные были, конечно. С приходом Путина эта цифра, ну она медленно поднималась, не буду уже все полностью приписывать Путину. Но во всяком случае, к 2003 году эта цифра поднялась до 80%. После присоединения Крыма 84%, сейчас она 80%. Вот это создание фантома, мифа о том, что мы живем в враждебной среде, это порождение своих внутренних проблем. Это проблемы собственной агрессивности на мир. Совершенно свободная атмосфера, понятная, некоторая живая. Можно было бы повести беседу так, больше говорить о социологии. Я, в общем, думал, что больше о социологии, организации, достоверности и прочее. Меньше обо мне, о самом. Ну, это не от меня зависит. Я в данном случае отвечаю на вопросы. Я готов отвечать на любые вопросы. Поэтому к любым вопросам более-менее готов.